Рекордное количество бизнесменов Камчатки собрал на своих площадках традиционный съезд предпринимателей. В этом году он прошел в 14-й раз, а его программа вновь получилась насыщенной. Заседания, встречи, обсуждения, сессии. Деловые люди край находили в своих плотных графиках время, чтобы ничего важного не пропустить. А полезной информации было хоть отбавляй. С каждым годом отмечается, наверное, позитивное увеличение полезности для меня лично непосредственно, потому что все более тщательнее подбираются спикеры, площадки, потому что это достаточно важно обсуждается. Формат круглых столов, он уже зародился, наверное, последние года 4, наверное, 3, могу ошибаться, но это эффективно показало себя, то есть идет такая отраслевая разбивка, и предприниматели объединяются по кругу вопросов, которые их интересуют, естественно, обсуждают и задают представителям власти соответствующие вопросы, получают на них ответ. Это очень важно, прямой диалог, тесное общение и конструктивное взятие на контроль органов власти проблематики местных предпринимателей. Итоги всех обсуждений, которые были достигнуты в рамках главного события бизнеса общества «Края», будут зафиксированы в виде конкретных договоренностей. Это отметил глава «Края» Владимир Солодов. Такая поддержка властей поможет многим предложениям увидеть свет, а не остаться лишь словами. Съезд предпринимателей – это всегда очень важно и интересно. Во-первых, встречаются на одной площадке предприниматели, задают животрепещущие вопросы. Может быть, даже удастся решить какие-то проблемы, послушать экспертов, расширить знакомства, области взаимодействия. Это всегда полезно. Поговорить на съезде, как всегда, было о чем. Так, в рамках двухнедельного марафона прошли мероприятия, которые были посвящены реализации крупных инвестиционных проектов и возможности вовлечения в них бизнеса. Были рассмотрены вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведены дискуссионные площадки и круглые столы по вопросам развития туризма, кадрового, обеспечения экономики, медиации. Также обсуждали вопросы взаимодействия с бизнесом в части развития исторической части города, Халактырского пляжа и Института самозанятых, преференциальных режимов для инвесторов и механизма передачи заброшенных объектов для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых событий съезда стало участие в нем главной финансовой организации страны. Так, на одной из площадок с деловым сообществом региона встретилась начальник Дальневосточного управления Банка России Ирина Карлош. Главной темой диалога стала денежно-кредитная политика Банка России. В частности, говорили о ключевой ставке, инфляции, кадрах, общей экономической ситуации в регионе. На Камчатке, так же как и по России, серьезный экономический рост. Вот у меня есть данные, вылов рыбы в январе-марте увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горно-добывающая промышленность показала темпы роста более 20% в год. Реальная заработная плата в первом квартале 2024 года выросла на 9%. Напомню, что реальная – это без учета инфляции. Поэтому, да, экономика Камчатки развивается. Банк России в Камчатском съезде предпринимателей принимает участие впервые. Для регулятора это было важно. В частности, чтобы бизнес понимал логику действий главной финансовой организации страны. Что делается, как регулируется, почему принимаются те или иные решения. Для Банка России имеет значение и мнение самих предпринимателей и организаций. Уже более 25 лет проводят мониторинг предприятий. В нем участвуют почти 15 тысяч предприятий со всей страны. В Камчатском крае это 160 предприятий. И наша выборка репрезентативна. То есть список тех предприятий, с которыми мы общаемся, повторяет структуру экономики Камчатского края. Это позволяет нам получать оперативную информацию. Понимать, как предприятия принимают свои решения об инвестициях. Как они оценивают возможности экономического роста. И эти данные, а также данные оперативных опросов, которые мы по отдельным направлениям регулярно проводим, они всегда на столе у руководителей, которые принимают решения по ключевой ставке. Стоит отметить, что и для самих предпринимателей это нововведение оказалось весьма полезным. Многие записывали на видео выступления спикера, фотографировали слайды и делали заметки. Одним словом, брали максимум от предоставленной возможности. Для меня очень полезно, потому что я даже не сильно, может быть, озвученный в повестке вопрос осознаю, но при рассмотре непосредственно презентации слышат непосредственно компетентных людей, зачем это делается и для чего в стране. Это очень важно. Для меня это действительно именно пополнение понимания, знания, почему мы движемся туда. Это возможность дальше прогнозировать. Я вижу вот эту вот такую взвешенность, неторопливость, но она обоснованная неторопливость в принятии решений. И от этого возникает уверенность в том, что наша экономика, в том числе, в нормальных, надежных руках. Я надеюсь, что мы, ориентируясь на их сигналы, также скорректируем свои действия. Завершилось деловое событие краепленарным заседанием. В закрытии съезда предпринимателей принял участие губернатор региона. Обращаясь к участникам, Владимир Солодов отметил, что мероприятие проходит на качественном уровне, как по насыщенности повестки, так и по ее содержанию. Резолюции, которые принимаются по итогу съездов, впоследствии приобретают статус официальных поручений. Нам всем предстоит очень большая работа, связанная с уточнением национальных проектов. Вы тоже все знаете, что национальные цели на следующий период утверждены президентом Российской Федерации в соответствующем указе, который вышел в начале мая, а сейчас правительством совместно с регионами прорабатываются детальные механизмы, которые позволят, безусловно, эти национальные цели достичь. Ну а в достижении этих целей, конечно, предполагается активное включение предпринимательского сообщества, поэтому мы с нашей стороны обязательно будем вас просить включиться сейчас в процесс доработки самих национальных проектов, потому что это важнейшие документы, через них, через инструмент национальных проектов пойдет и основное финансирование, и основные меры поддержки регионов. Добавим, съезд предпринимателей – одно из наиболее важных событий регионального бизнес-сообщества. Впервые мероприятие прошло в 2008 году и с тех пор является ежегодным. Инициатива его проведения принадлежала депутату Заксобрания края Рашиду Шамаяну. Тогда он возглавлял Ассоциацию предприятий и предпринимателей региона.